Украина нанесла ракетный удар в районе временно оккупированного Донецка, уничтожив 20 рашистов. Но самое интересное, что среди этих 20 военнослужащих было 6 северокорейских офицеров. Это факт уже подтвержденный. Северная Корея уже там... Сейчас мы ждем реакцию Ким Чен Ына, что же он скажет. Событие это состоялось еще и 3 октября, то есть позавчера. В результате удара погибли по меньшей мере 20 оккупантов, в том числе 6 офицеров из Корейской Народной Демократической Республики. Прибывших для проведения консультаций со своими российскими коллегами, сообщил источник Киевпост, основываясь на своем источнике в нашей разведке. Еще трое северокорейских военнослужащих были ранены. Итого, потери Северной Кореи в нашей войне, в агрессивной войне России против Украины, 9 человек. Шестеро убитыми, трое ранеными. Корея официально воюет на стороне Рашистской Федерации. Их военные гибнут на нашей территории в ходе боевых действий. По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне. То есть северокорейцы приехали учиться, как сегодня надо вести штурмовые действия и как сегодня надо обороняться от наших штурмовых действий. Ну, сталося не так, как гадалось. В прошлом году Главное управление разведки Министерства обороны сообщало о прибытии ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи на временно оккупированную территорию Украины. В том числе подразделения инженерных войск. Помните, да, была такая информация, что якобы должны прийти тысячи северокорейских военных для того, чтобы рыть окопы для рашистских солдат. Это, ну, в принципе, и то, и другое, и прибыть тысячи не прибыли, хотя кое-какой контингент инженерный прибыл со Северной Кореи. Действительно, они принимают участие в фортификационных сооружениях для оборонительных для рашистской армии. Это свидетельствует об активном сотрудничестве между Рашистской Федерацией и Северной Кореей. Вот это, что касается военной обстановки и на линии фронта, на оперативных направлениях и потери фаршистскими войсками за прошедшие сутки. Два слова, буквально два слова по военно-политической обстановке. Здесь Европейский Союз долго они думали, долго размирковывали. В результате они сейчас вводят новые санкции против Ирана. Речь идет о санкциях за предоставление России баллистических ракет. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Первый пакет мер коснется около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании. У них же тоже есть заграничные счета и у них тоже есть свои олигархи у иранцев, которые тырят деньги по карманам, рассовывают. И соответственно имеют счета в западных банках. Поэтому там есть что санкционировать и что замораживать Европейскому Союзу. Причем здесь голосование прошло на ура на этих санкциях. Почему? Потому что тут мы шли в пакете вместе с Израилем. И почему? Потому что ракеты Иран баллистические передает не только Рашистской Федерации. Кстати, Рашистской Федерации они передали тактические ракеты. Пока их не применяли, нет пусковых установок под них. Ну так в основном такие данные дает наша разведка. Но при этом Иран грозится передать Хизбалле и грозится передать Хуситам, Йеменским, эти ракеты для обстрела как Израиля, так и гражданских судов в районе Йемена. Поэтому тут санкции прошли, все проголосовали, включая и пророссийские настроенные страны, такие как Венгрия, Словакия и Астрия. А также Европейский Союз все-таки решился начать масштабную экономическую войну с Китаем. Как Китай не старался, Китай очень хочет завоевать европейский рынок. Они очень хотят получить туда доступ. Они пытались через нас. Мы не получилось. То есть поставлять товары нам, чтобы они дальше шли в Европу. Тем более у нас их зона свободной торговли с Европой. И соответственно пошлины, если бы эти товары переоформлялись по документам в Украине, то переоформлялись. То тогда не надо было бы платить пошлины. Потом пытались через Белоруссию. Тоже не получилось. Европейский Союз всячески закрывался и отгораживался от засилия китайских товаров. Ну потому что китайцы там одного пусти, через час там уже будет 100 китайцев. То же самое и с товарами. Пусти один вид товара, через неделю или через месяц там будет 100 наименований других видов товаров. Так вот, Европейский Союз решился на масштабную экономическую войну с Китаем. После многих месяцев раздумий, взаимных угроз и переговоров с ключевыми торговыми партнерами, ЕС собирается обложить пошлинами дешевые и современные китайские электромобили, А китайцы очень хотят, которые стремительно завоевывают сердца потребителей и угрожают разорить отстающий европейский автопром. Ну он не может тягаться с Китаем. Против пошлин выступил не только Китай, раздумывающий в ответ запретить хамон и коньяк, и еще что-нибудь европейское, но и автозаводы главной автомобильной державы Европы Германии. Но Европейская комиссия все же вынесла вопрос на голосование 27 стран-членов ЕС и в пятницу они скорее всего одобрили начало этой войны. То есть вчера это голосование состоялось и они одобрили начало торговой войны с Китаем. Для Китая это будет большущий удар. Я поясню почему Германия против. Потому что у Германии есть несколько заводов, ну в частности Volkswagen. У них огромнейший завод, который производит бренды для китайского рынка. Кстати эти бренды в некотором виде уже добрались и до наших границ и соответственно до других стран. Там есть марки Volkswagen, как говорят официалы, то есть в официальном салоне вам скажут это чистый китаец. То есть да, эмблема Volkswagen, да, завод Volkswagen, но производство, все производство этих машин в Китае. Несколько ровидов или несколько марок уже здесь даже дошли до нашей страны, до Украины. Так что для Китая это будет очень больной удар в плане введения пошлин против их товаров. Ну в принципе Китай не стесняется помогать Рашистской Федерации. Не хочет их и хочет навязать нам условия капитуляции на Рашистских принципах, чтобы мы поступили в своей территории и в обмен на временный мир. Они даже не гарантируют нам, что мир будет постоянный и твердый. Нет, Рашистская Федерация не остановится. Им нужна просто передышка и Китай в этом помогает. Плюс наши военные уже видели броневики китайские, бронемашины на линии фронта, видели патроны, боеприпасы китайские, снаряды, мины точнее китайские видели на линии фронта. То есть факты появления здесь военно-технического имущества из Китая, они становятся. Вот это я думаю тоже сыграло свою роль для того, чтобы Европейский Союз в конечном итоге начал экономическую войну с Китаем. Далее Times пишет о том, что Северная Корея поставляет половину снарядов, которые Россия использует в Украине. По данным западной разведки примерно речь идет о 3 миллионах северокорейских снарядов в год. То есть это половина того, что Россия сегодня около 6 миллионов в год снарядов расходует российская военная артиллерия в течение года в ходе этих боевых действий против нашей страны. Собеседники издания отметили, что Кремль стал зависим от Пхеньяна после летнего визита Путина в КНДР. Да, если Северная Корея прекратит поставки, а вот теперь смотрите, маленькая Северная Корея, с небольшим количеством населения, 3 миллиона снарядов в год. Соединенные Штаты не могут дать миллион снарядов в год. Они пробуют выйти на какие-то цифры 700 тысяч, Европа пробует выйти на 750 тысяч снарядов в год. А маленькая Северная Корея дает 3 миллиона, легко отдает 3 миллиона Рашистской Федерации. Вдумайтесь, откуда у Северной Кореи такое количество боеприпасов? Я думаю, что это происходит не без помощи Китая. Поэтому тут логика подсказывает, что Китай здесь где-то, уши Китая торчат из-за спины Ким Чен Ына, который вот этими баржами, они везут контейнеры баржами морским путем. Потому что железная дорога столько не вытянет перевозки. Баржами можно тащить на территорию Рашистской Федерации. Далее, Офис Генерального прокурора Украины заявляет о том, что российские военные казнили на поле боя 93 наших военнослужащих. Те, которые сдались в плен. Это считается казнью. Если солдат бросил оружие, поднял руки и сдался в плен, то и его расстрел на поле боя, то, что мы с вами периодически наблюдаем, это считается казнью. И это преступление, это военное преступление, которое не имеет срока давности. Как передает Украинформ, начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины, в эфире телемарафона заявил, что у правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военных. По его словам, 80% случаев этих казней зафиксировано в этом году. Кстати, он сообщил о том, что 3 октября, то есть позавчера, появилась новая информация о казни украинского военнопленного. Ну, расисты стараются запугать, максимально запугать нас с вами, что нам пощады не будет. Ну, это правда, к сожалению, это правда, которую надо осознать, что так будет со всеми, и с военными, и с гражданскими, и с членами семей военнослужащих, будет то же самое. Будут пытки в подвалах, и потом расстрелы в этих же подвалах, и вот такие тайные кладбища, как это было в Буче, как это было под Изюмом. Сколько таких кладбищ, как это в Марике мы еще найдем, там захоронение десятки тысяч людей, там ров рыли километровый, и туда закапывали людей. Точно как в Третьем Рейхе, как в фашистской Германии, так поступает фашистская федерация. Все эти случаи задокументированы и переданы в ГАА для рассмотрения и приобщения к иску Украины против России с целью привлечения военных преступников к уголовной ответственности международным уголовным судом. Я думаю, что им ответственности не избежать. Если суд не сможет их осудить, международный уголовный, значит, украинский МОСАД будет их разыскивать и будет приводить наказание в исполнение. Далее, несколько новостей из-за поребрика. Что же творится там на болотах? А на болотах творятся интересные вещи. Кремль готовится исключить Талибан из своего списка террористических организаций. Кстати, Рашистская Федерация пыталась на Генеральной Ассамблее поднять вопрос, что пора бы, оказывается, Талибан исключить из списка, международного списка террористических организаций. Но там это никто слушать не стал. Поэтому оно даже не звучало. На уровне кулуарных разговоров рашистская делегация пыталась прозондировать почву, как отреагируют другие страны. Там ничего не получилось. Ну, они решили у себя. Решили, что Россия сейчас в одностороннем порядке. Ну, опять же, наплевала на устав ООН. Сделают вид, что они не члены ООН, не члены Совбеза. И просто объявят Талибан дружественной организацией, не имеющей отношения к международному терроризму. И будут с ними сотрудничать и дружить. Вот так ведет себя Рашистская Федерация на сегодняшний день. Ну, и еще один такой, немножко, чтобы вы улыбнулись. Хотя ситуация у нас не самая улыбчивая на сегодняшний день. В нашей стране, особенно на линии фронта. Но, тем не менее, страшная беда на болотах произошла ночью. В Воронежской области за ночь сгорели сразу два спиртзавода. Представляете, вот это трагедия. Рашистские социальные сети возмущены и говорят о якобы ударе беспилотников. Ну, я не знаю, зачем нам тратить беспилотники на спиртзаводы. Но для жителей Рашистской Федерации это оказалось очень тревожно. Если власти не наладят альтернативные поставки крепкого алкоголя в Воронежскую область. Эти два завода обеспечивали практически всю область спиртом и спиртосодержащими продуктами. Ну, естественно, для производства алкоголя. Так что вот они... Соцсети просто взорвались. Как они переживали, что... И начали рассказывать. Но, правда, нету ни фото, ни видео доказательства того, что это были беспилотники. Поэтому, и вряд ли бы мы определяли спиртзаводы как цель. Там произошло... На одном из заводов есть фото. Произошел взрыв. Частично разрушено здание цеха спиртзавода. И там выбиты стекла. Ну, ни обломков беспилотника, ни там... Возник пожар, конечно же, но ничего такого нет. Так что, ну, для них трагедия. Сгорели два спиртзавода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова